Здравствуйте, друзья мои! Сегодня я, друзья, хочу с вами поговорить о мистике. А была ли когда-нибудь у вас в жизни вот такая вот мистическая история, которую вы помните и которая, может быть, вас когда-то поразила и поменяла все ваши взгляды на жизнь? Ну вот у меня одна такая история есть, и хочу вам ее рассказать. Она такая интересная очень. Хорошо бы, конечно, чтобы опять ветер нам не мешал. Вот этот ветер порывами. Тут хоть одевай на микрофон шапочки, хоть не одевай. У меня микрофон есть сильный очень. Ну вот порывы ветра, они порой настолько сильные, что и шапочки не помогают к микрофону. История случилась, когда я решила вот переехать с севера на юг, туда, где я родилась. Ну и вот я приехала, стала смотреть там квартиры. Подключила все агентства, стала смотреть, какие у них там есть дома, квартиры в пределах моей суммы. Ну и, в общем, мне там очень много квартир было предложено. Я ходила по всем этим квартирам, смотрела. Но что-то вот ничего меня не заинтересовывало. То-то, не то, то-то, не то. И потом вдруг приходим мы в одну из квартир. Такая неплохая двухкомнатная квартира. Ну почти в центре, немножко в низовке. Вот. И я захожу в эту квартиру, и у меня сразу такое впечатление, что вот она моя, что мне ее надо покупать. Как будто опять, знаете, внутренний мне голос сказал. Вот. Ну и, в общем, я, конечно, посмотрела еще раз, потому что, думаю, как-то быстро. Может быть, надо еще посмотреть варианты. Меня, тянет меня к этой квартире, смотрю я. Другие какие-то еще варианты, ничего мне уже не нравится. Ну и я решила ее покупать. Вот. При заключении сделки мы там собрались. Те, кто ее продавал. Какая-то семья корейская, кстати. Вот. Молодые люди. Я что-то как-то, знаете, решила. Вдруг опять у меня такое выскочило предупреждение. Мое подсознание, что надо спросить, как, что с этой квартирой. Я даже, ну вот сама не знаю, почему. Я вдруг спрашиваю. А вот вы знаете, квартира-то нормальная, все. Ну вот она такая хорошая, там у вас ремонт хороший сделан. А почему вы ее продаете? Что-то там, может быть, случилось? Вот мне как будто кто-то подсказал этот вопрос. Ну и этот парень, продавец который, парень лет 35, он так как-то, вы знаете, очень как-то неадекватно на мой вопрос отреагировал. Он сказал, что ну а что это вы спрашиваете? Нравится, покупайте, не нравится, не покупайте. Смотрите, у вас все перед глазами. Ну и я подумала, ну и правда, что я? Нравится квартира, значит, покупаю. Я эту квартиру в конце концов купила. И стали в этой квартире происходить какие-то странные вещи. Вдруг среди ночи я слышу, что что-то такое загремело, закрохотало в ванной комнате. Я выхожу, включаю свет, смотрю, там у меня в ванной комнате висели полотенца. Они, эти все полотенца, валяются на полу. Вот, и помимо этого на полу валяется палка, на которой крепилась шторка в ванной. Ну и палка эта, она была такая на растяжке. В принципе, как бы довольно-таки сложно ее было бы уронить. Сама бы она как-то не упала. Ну а тут я смотрю, она валяется. И палка эта, и шторка валяются в ванной. Я как-то удивилась. Ну думаю, наверное, может быть, мало ли, я плохо закрепила. Потом опять такая же история. У меня падает в ванной все. Стали падать полочки. Всегда утром, я даже, бывает, не слышу, но когда бы я не выходила в ванную, там всегда валялись внизу полотенца на полу, которые я повесила на сушитель. Странным образом ветра вроде нет. Кто их мог сбить? В общем, такие истории, которые меня немножко стали удивлять. И я пошла по соседям. Надо было, конечно, мне сразу пойти по соседям и поспрашивать, что про эту квартиру разузнать. Ну вот я сразу такое не сделала, а потом пошла. Ну и мне, естественно, тут сразу все и рассказали. Спрашивают, а вы что, разве не знаете, что здесь случилось? Все они меня посвящают в такую историю жуткую, о которой я, конечно, понятия не имела. Оказывается, в этой квартире произошло самоубийство. И вот там, как мне рассказали, все подробно в деталях, жила женщина. И самое интересное, что эта женщина, она была моего возраста. Мало того, ее еще и звали Галина. Представляете, какое совпадение. И она жила одна. Вот эти вот... Сын ее как раз продавал эту квартиру. Что там у них случилось, я не знаю. Какие такие произошли сдвиги серьезные в ее голове, что она решила покончить жизнь самоубийством. Можете себе представить, до чего человек этот был доведен. Вот. Так вот, подробности, как она покончила жизнь самоубийством. Она себе вскрыла вены в ванной. В ванной комнате, вот в этой квартире, которую я купила благополучно. Она вскрыла себе вены. И ее не сразу нашли. Она там, говорят, лежала в этой ванной, наполненной кровью. Представляете историю? Долго. Ну, как долго дня? Три, наверное, или четыре. Пока уже сын стал звонить, она не отвечает. Он забеспокоился. Приехал, дверь закрыта. Ну, как это все бывает. Вызвали специалистов. Вскрыли дверь, взломали. И увидели вот эту жуткую картину. Вот. Представляете, каково было мое ощущение, когда я вот это вот услышала, что это женщина моего возраста, которую Галина зовут. Вот такие вот жуткие совпадения. И потом еще, самое-то интересное, что именно в ванной комнате у меня и происходили вот эти вот странные вещи, когда там все падало и обрушилось. Ну, и что прикажете мне делать? Я уже квартиру купила. Я позвонила этому сыну ее. Тут прошло уже, наверное, полгода, когда все это я узнала. Ну, а он, конечно же, что он может мне сказать? Он сказал, что я думал, вы знаете, и если вы хотите, если вас это беспокоит, вы можете вызвать священника, вы можете квартиру эту осветить. В общем, начал там что-то тарахтеть, что уже шесть месяцев прошло, ничего вы не вернете. Да я-то, в общем-то, как-то, вы знаете, и не думала возвращать. Просто вот эта меня история, она меня потрясла. Но еще интересная вещь. Я всегда ужасно боялась вот таких вот событий, знаете. Боялась всегда покойников и вообще привидений. Представляете, может быть, да? Что это такое за страсти? А тут я почему-то вот не испугалась. Несмотря на то, что я там ночевала одна в этой квартире. И вот после того, как я все это узнала, опять мне тут все зашуршало и все в очередной раз грохнулось. Моя это полочка и шторка в ванной. И я вот... Я потом рассказывала сестре вот эту вот историю, как я себя повела. Она была, конечно, поражена. Она говорит, надо же, боже, как ты... Я бы оттуда бежала, криком кричала и не знаю, что бы делала. А у меня нет. Я вышла в ванную, когда увидела, услышала, что меня разбудил опять этот странный звук. Я вышла в ванную и я говорю громко, говорю, ну что? Ну что? Что тебе надо, Галина? Что? Я знаю уже теперь, что произошло. Ты хотела мне это сообщить? Я знаю. Но получается, теперь я понимаю, что это ты привлекла меня сюда, в эту квартиру. потому что я странным образом, даже не осознавая это, захотела эту квартиру купить. Значит, это ты привлекла. Это я ей говорю. Представляете? Может быть, кто-то скажет, что у меня уже, что я сдвинулась разумом. Но тем не менее, вот я стала с ней разговаривать. И я говорю, скажи мне, ну подай мне какой-то знак, что ты хочешь от меня. Ты хочешь, чтобы я осталась в этой квартире? Значит, если ты меня сюда привлекла, ты этого хочешь. Если ты этого хочешь, значит, мне не мешает здесь жить. Ну, а если ты этого не хочешь, то давай, бей, колоти, все дальше. И тогда я съеду без проблем. Это я ей говорю. И я ушла дальше спать. Ну, сейчас я даже тоже себе удивляюсь. Удивляюсь, откуда у меня взялась вот эта смелость такая. И почему мне было не страшно. Ну, вот понимаете, какие-то такие вот вещи странные. Даже я говорю, что объяснить я их даже для себя я не могу. Ну, и что вы думаете? После того, как я это сказала, прекратились вот эти вот безобразия. Но безобразия прекратились, ладно, но я все равно, вы знаете, как-то, конечно же, чувствовала там себя не очень уютно. и зная то, что такие квартиры, где произошли самоубийства, они имеют очень плохую энергетику. Вы, наверное, тоже это знаете. Поэтому, конечно, после этого я уже думаю, как же я буду там дальше жить. Боже, боже. Вот. Ну, и получилось так, что я там меня как-то стали какие-то странные мысли посещать, понимаете. У меня началась какая-то жуткая депрессия, у меня начались какие-то размышления, бессонница, у меня начались вот эти вот, знаете, самокопания никому не нужные, что да как в моей жизни происходит. Я стала даже как-то немножко сравнивать ее, и самое-то интересное, что она-то у меня из-за головы-то не шла, когда я находилась в этой квартире. И вот я же говорю, когда я рассказала эту историю своей сестре, когда я рассказала эту историю своей подруге лучшей, они тоже были потрясены, поразились, и мне сказали, что нет-нет, тут надо тебе что-то делать, что-то решать, и возможно, даже может быть, как вообще ты не боишься, они мне сказали. Как ты не боишься? Я говорю, ну я не знаю, вот у меня страха не было. Я единственное, что думала, а вдруг она появится, вот я с ней разговариваю, а вдруг она возьми, да и появится, и начнет со мной разговаривать. То есть у меня, понимаете, вот, я же говорю, что я не верю, да, не верю во все это, не верила. Тут вдруг вот такие вещи, когда я уже начала себе все это сама с собой внутренне разговариваю, и думаю, что, а что будет, если она вдруг появится, а что, то есть, понимаете, получается, что я поверила капитально, ну и как тут, как говорится, не поверить, да, тоже, вот, ну и в общем, дальше больше, я решила тут уехать как раз, вот это вот, я поехала в Москву на заработки, а эту квартиру, что там, чтобы она не, ну, чтобы она не стояла, не пустовала, естественно, все это сложно, надо платить коммуналку, я решила ее сдавать, и я там за какие-то совсем символические деньги стала ее сдавать, молодым людям, студентам, у нас город студентов, и много студентов, я стала сдавать студентам, ну и что вы думаете, мне потом, значит, вот сестра рассказывает, ты представляешь, твоя это Галина, а самое-то интересное, что все мне поверили, и все стали воспринимать ее, как будто она на самом деле здесь присутствует, вот, да, и это все уже такой факт, ясный для всех, и мне сестра говорит, представляешь, твоя Галина начала опять безобразничать, и вот, одна, значит, там девушка, студентка, она стала спрашивать, вдруг у Татьяны, ну, я говорю, Таня, так ты никому уже не рассказывай, что ты, зачем, ну, неприятно, это эти вещи, люди, тем более молодые, может бояться, она говорит, да ты что, я ей не рассказывала, и не рассказываю, ну, и получается так, что ей, вот, девушка говорит, вы знаете, что у вас в квартире живет барабашка, Танька говорит, а я так напряглась, говорю, какой барабашка, почему барабашка, она говорит, ну, потому что, представляете, вот, я утром просыпаюсь, а у меня тапки я всегда оставляла возле своей кровати, и вдруг я смотрю, мои тапки разбросаны, один тапок в одном углу валяется, другой тапок в другом углу валяется, потом, говорит, вот полотенца падают в ванной, представляете, боже мой, ну, и все, Татьяна говорит, я думаю, боже мой, твоя Галина опять безобразничает там, ну, и мало того, да, ну, и Татьяна ей, конечно, сказала, а, ну, если барабашка, может быть, и барабашка, мы типа того, что не знаем, не в курсе, и говорит, так ты его задобри чем-нибудь, ты ему дай гостинице, она говорит, да, 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 я конфеты кладу, дальше больше, она стала всех из этой квартиры выгонять, как я уже говорю, найти кого-то очень сложно, а там вот месяц два, ну, максимум три, и съезжают люди, месяц два, три, и съезжают люди, а когда спрашивают, почему съезжают, они говорят, то вот у одной там бабушка умерла, пришлось уехать, там что-то случилось, у другого с мамой там проблема, мама помогала, а теперь у нее деньги закончились в банке, и вот платить им нечем, то есть вот какие-то такие вот вещи странные, потом один вообще сбежал, такие интересные вещи происходили, и вот это вот Галина, которая там поселилась, и которая там жила, я не знаю, как, как трактовать, вот эта ситуация, она, конечно, поразительная, и это, я считаю, мистикой, вот такие вот вещи, они, бывает, в нашей жизни происходят, не объяснение, и зачем она меня притянула, зачем она так захотела, чтобы именно я там поселилась, именно я купила эту квартиру, может быть, потому что она, наверное, тоже чувствовала какое-то одиночество, вот так же, как и я, какую-то родственную душу, но мне от этого, как говорится, не легче, и даже вот сейчас, как мне уже сказали, что, возможно, она хотела тоже с тобой что-то сделать, возможно, она хотела тебя довести, как-то вот, видите, пугать, может быть, что-то еще, как там они, не знаю, влияют, они же как-то влияют, эти сущности на живых людей, вот, и может быть, она хотела, чтобы меня постигла та же участь, но я вот, слава Богу, ну, нашла в себе силы оттуда уехать. Вот такую мистическую историю вам рассказала, может быть, сбивчиво даже, но это было давно, и вы знаете, что, конечно же, уже у меня, вот эти свежие мои восприятия, воспоминания, они притупились немножко, поэтому рассказала то, что вспомнила, но согласитесь, что эта история, конечно, она такая, что заставляет о многом подумать и задуматься, что такое наша жизнь и как здесь все происходит. Вот интересно мне послушать, а у вас такие истории были? Когда-нибудь что-нибудь такое с вами случалось? У меня-то, вы знаете, таких историй просто полным-полно, и я почему-то почти уверена, что, наверное, у каждого из вас была подобная какая-нибудь тоже мистическая история в жизни. Интересно, как вы к этому относитесь, и значит ли это что-нибудь, почему такое происходит в нашей жизни? Вот я, например, так и не поняла. И посмотрите, какие здесь почки на дереве. это у нас сегодня какое? Пятое? Нет, четвертое марта. Посмотрите, они уже вовсю набухли, эти почки. Скоро выпроснут цветы. Ну и, конечно же, везде замечательные нарциссы. Все, друзья, на этом сегодня я заканчиваю с вами свою прогулку. Пишите, что вы думаете по поводу мистики в вашей жизни. Всего вам доброго, берегите себя, пока-пока. Пау.